Я горячо приветствую всех своих уважаемых зрителей, у микрофона работает Сергей по-прежнему, вы на канале Regen, продолжаем мы с вами вместе прохождение игры Long Dark. В конце предыдущего эпизода мы воспользовались этим кузнечным горном, чтобы привести в порядок копье, копье с помощью которого необходимо убить страшного противника, а именно медведя. Ну в общем, чтобы осуществить задуманное, нам теперь необходимо вернуться к, я так понимаю, нашему зверолову, именно этого от нас хочет игра, так ведь? Да, нам нужно вернуться к Джереми, очень странно, вроде бы медведь следует везде за нами по пятам и мы можем его, может быть, где-то здесь, так скажем, заколоть, но нет, Джереми, наверное, хочет принять участие вместе с нами, и он уверен, что медведь будет нас преследовать. Что по побочным заданиям? Ну, с оленями и прочим это по ходу, как говорится, игры разберемся, тайники, выстрелы, в общем, все это мы видим, отображается на карте. Так, мы сейчас перейдем на одинокую топь, необходимо будет найти тайник здесь, не сказать, что это очень важно, но давайте попробуем. Я, скорее всего, пройду по железнодорожной насыпи и сверну сюда. Не вижу никакого смысла ходить на радиовышку, может быть, это пригодится когда-то потом, но пока эти объекты для меня не представляют абсолютно никакого интереса. Ну и далее мы окажемся у загадочного озера, здесь вот какие-то выстрелы, еще тайник, ну, с этим мы, я думаю, расквитаемся как-нибудь. А пока, пока что, пока выходим, так, здесь дверь закрыта, воспользуемся другим выходом. У нас перегруз, по-моему, ну, такой, кстати, довольно значительный, плюс мы, ко всему прочему, устали. Ага, а какое время суток? Время получается, что где-то за полдень. Так, 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 слушайте, а нам больше переночевать-то будет особо и негде, да? Мы нормально нигде не поспим на топях, там разрушенные все постройки. Тут тоже никаких мест для отдыха мы не найдем, поэтому, поэтому, поэтому надо поспать. Надо поспать, вот тут отличное место, давайте мы расстелим спальный мешок, нет, не получается. О, вот тут, ну, я думаю, в любом случае не замерзнем. И давайте отсыпаться, отсыпаться придется прилично. Мы сильно устали из-за подъема по тросу, точно, вот где нас срубило. Более эффективный отдых, время закончилось, действие. Да вы что, по-моему, наоборот, я тут, я переспал, что ли? Ночь. Ночь. Мы хотим пить, давайте сделаем сортировку. Каждый раз она почему-то слетает, мне это не нравится, по степени тухлости. Выпьем газировочку. Вот так вот. И, наверное, я не знаю, еще как минимум часа 4, мне кажется, надо поспать. Вопрос в том, конечно, какая будет погода к моменту, когда мы проснемся. А что-то еще темно. А что темно-то? Так, ну еще часик. Еще часик. Какие-то странные звуки, кстати, в цеху раздаются. Но мы тут одни. Вот, уже лучше. Единственное, что сейчас наверняка дикая морозяка. Так, и что? Все потухло. Я просто хотел теплые еды себе согреть. Сейчас мы разведем заново тут костерок. Возьмем древесину. Возьмем труд и уголек. Один. И пойдем с вами, может быть, в офис. Не будем в горне все это дело разводить. Здесь был офис с печью. Сейчас мы воспользуемся лучше ей. Фиг с этим горном. Вот, по-моему, сюда мы выходим. Не знаю, надо или нет тушить было фонарь, надеюсь. Он там не тратится за время загрузки. Ну, было бы странно. О, а погодка-то, кстати, не очень. Вот здесь буржуйка. Разожжем огонь. Так, прекрасно. Спрячем нашу лампу аварийную. Добавляем сюда все топливо. Восхитительно. Два часа будет гореть. И мы будем себе готовить еду. Травяной чай, банка. Так, смотрите, да. Либо мы можем поставить банку и приготовить что-то другое. Да. Ну, тут, в принципе, без разницы. И то, и то сойдет. А мы, оказывается, не так-то много горячей еды можем себе приготовить. Персики. Ну, не знаю. Может быть, бахнем томатного супчика? Аж самому есть захотелось, как всегда. Ждем до готовности. И едим. Очень все это аппетитно. Ну, целиком это нас, конечно, не насытило. Мы закусим еще вот таким калорийным батончиком. Восхитительно. И, наверное, я выпью воды. Во, прекрасно. Все, банку мы поднимаем. Лишнюю банку мы вот эту выкидываем. Слушайте, ну, не знаю, слишком ли там все плохо. Посмотрим. По-прежнему у меня перегруз. Крекер я поднимать не буду. Ножовку не знаю. Мне вот она пока ни разу не пригодилась. Поэтому предлагаю не брать. Предлагаю не брать. Ну, наверное, мы готовы. Сохраняемся и выдвигаемся. Здесь ходили волки где-то. И они по-прежнему воют. Ветерок есть, судя по тому, как флаги здесь развиваются. Не знаю, насколько это достоверно. Небольшой у нас буквальный перегруз. Путь у нас долгий. Поэтому мы еще не раз с вами покушаем, попьем. Что, кстати, по топливу? Ну, еще есть. Это я переживаю за разведение костров где-нибудь в полевых условиях. Если мы будем подмерзать, то нам придется согреваться. Очень надеюсь, что мы уложимся в один световой день. Что нам не придется слишком много блуждать и плутать. Потому что нам сейчас нужно будет как-то обойти завал. Потом этот опрокинутый вагон. Маленькая вероятность, что мы пройдем той же самой дорогой. Вот я о чем. Призрак этот уже ушел, этот Мафусаил. Кстати, мы вот сюда с вами не ходили. Может быть, давайте быстренько добежим. Осмотримся, что там интересного перед этим разрушенным мостом. Все-таки негоже оставлять такую часть локации неизученной. Обязательно кто-нибудь что-нибудь мне скажет потом. Что ты не сходил, не посмотрел. Хотя пока, учитывая количество зрителей на канале, вряд ли кто-то мне что-то скажет, кроме меня самого. Но я надеюсь, что какая-то часть аудитории все-таки интересуется моими прохождениями. Я понимаю, что многие сюда пришли из-за стратегий. Из-за генерала в частности. Так, тут какая-то записка. Я не могу ее пока прочитать, потому что я на ней сижу. Ну, я скажу так. Так, нацарапанную углем записка. Путь к тайнику с припасами. Опять. Зацарапана и заляпана. Я сижу в этом чертовом грузовике уже 8 часов. А вокруг рыщут волки. Тайник так близко. В болоте, у железной дороги. А я даже не знаю, сумею ли до него добраться. Найдите тайник под корнями дерева в одинокой топе. То есть, это опять у нас другая локация. Продолжают нас засыпать этими тайниками. Хорошо, давайте взглянем на карту быстро. Вот тайник. А, и вот тут тайник. Ну, может быть, сделаем. Небольшой крюк. Пусто. Аптечка. Обезболивающее у нас есть. Тем более, у этого еще и состояние. Так себе. Ну, все. Дальше прохода нет. Там обрушившийся мост. Так вот. Для тех, кто... Блин, ветер навстречу. Для тех, кто подписывался на канал из-за генералов. Вдруг вы смотрите это видео и по стечению обстоятельств именно вот этот эпизод. Друзья мои. Игра. Генералы. Довольно узкий круг популярности имеет. Я понимаю, что за последнее время аудитория выросла. Ну, и, конечно же, желающих что-то там о ней сказать, снять, сделать. Резко увеличилось. Количество таких людей. Вот. И мне кажется, что те, кто сегодня вовлечен в съемки по генералам, этих людей вполне достаточно, чтобы закрыть ваши потребности в контенте. Мусолить старые реплеи. Ну, я не знаю, кому это сегодня интересно. сегодня там люди уже проводят турниры, играют на деньги. Ну, меня эта тема как бы абсолютно не касается, потому что сам я играю довольно редко. Я сильно ограничен во времени. Взбойнул у меня почему-то ОБС. Так вот, играю я в то, что меня самого сейчас развлекает в данный конкретный момент. и какого-то четкого плана мы не придерживаемся здесь. Мы просто хорошо проводим время. Мне кажется, что разнообразный контент это интересно. Так, Маккензи, спускайся здесь, только осторожней. Вот, это, в общем, такое небольшое сообщение для тех, кто был подписан там из-за какой-то конкретной игры. Мы обязательно еще будем с вами играть в стратегии, конечно, а как же. И генеральской тематике мы, безусловно, будем возвращаться. Но, как говорится, всему свое время. Такие дела. А мы с вами потихоньку двигаемся к выходу с локации. В последнее время как-то нестабильно ведет себя ОБС, нестабильно ведет себя компьютер после крайнего обновления десятки. Опять эти пугало в микромягких что-то там наделали и после этого все работает некорректно. Даже обновленные драйверы видеокарты ничего этого не помогает. То есть, пока они очередное обновление, наверное, не выпустят с исправлением вот этой проблемы, у меня будет периодически почему-то падать запись, гаснуть экран, якобы идет ошибка как видеокодера. В общем, каждый раз, когда Windows что-то обновляет, потом все становится плохо. Очень плохо, что в десятке, в отличие от предыдущих операционных систем, по-моему, нет никакой возможности адекватной тупо отключить эти дурацкие обновления. Раньше это было возможно. По большому счету, вот вам и ваше сраное, простить за выражение, демократия. Мое дело, хочу я, чтобы мой компьютер обновлялся, не хочу. Понятно, что они это делают не ради нас с вами, они преследуют свои цели с этими обновлениями и сканированием ваших систем, ключей и так далее. Вот, поэтому, блин, это фигово. Наверняка существуют какие-то сборки с отключенными обновлениями, но, как говорится, мы все делаем легально. Так, мне нужно обойти вот этот дурацкий оползень и вроде бы он как-то обходился проще, нет, или здесь? Разве я делал такой огромный крюк? Ладно, думаю, сейчас разберемся. Я вроде по дереву по какому-то проходил. Как мне кажется. А, вот оно. Опять риск тут себе вывихнуть ногу с учетом еще нашего перегруза. Это, пожалуйста, это как нифиг делать. это Маккензи завсегда рад. Так, ну-ка. Успокоился. Я, возможно, к следующему эпизоду немножко подниму уровень сложности. Мне кажется, у меня какой-то самый элементарный что-ли выбран, потому что ну что-то зверь... Так, тут мы не поднимаемся. Что-то зверье меня совсем боится. Я спускался вот тут сто процентов. Это как-то странно. Не должно оно прям так меня бояться. Это как-то слишком просто. Я не люблю, конечно, в играх страдать. Те, кто меня давно смотрят, знают, что я придерживаюсь такой политики, дабы было комфортно всем. Меньше загрузок, меньше страданий, соответственно, я не трачу ваше время. Игра не тратит мо... Видите чё? Игра не тратит моё, и вроде бы как все в этом. Все выигрыши. Волки вообще абсолютно вот им на меня наплевать. конечно, скорее всего, в реальной жизни с одиночной особью так бы и произошло, потому что не нужно думать. Дикие звери, они какие-то там совсем отмороженные и бросаются на каждого встречного, даже будучи голодными. Особенно в дикой природе. Любой зверь, даже хищник, он соблюдает осторожность и опасается всего незнакомого, а человек это неведомая хрень, понимаете? То есть в виде, точнее в мире на их уровне глаз вдруг появляется кто-то, кто выше еще и на двух ногах. То есть это полностью рушит их картину мира. С такой незнакомой неведанной фигней звери предпочитают не связываться. Поэтому нападения происходят в крайнем случае. Совсем в крайнем. Ну и мы приближаемся к выходу с этой локации. Нам пока тепло. Мы сильно не мерзнем. Единственное, меня интересует вопрос, влияет ли количество веса в рюкзаке на темпы накопления усталости. Конечно, по логике это так должно быть. Интересно, как это реализовано в игре. Ну, наверное, влияет. Наверное, влияет. Если бы мы шли с полупустым рюкзачком, возможно, Маккензи уставал бы меньше. Так, надо почаще сохраняться, учитывая нестабильность работы и ОБСки, тем более на переходах из помещения в помещение, с локацией на локацию. Да, покидаем. Все, мы оказываемся на топе и теперь наша задача так, посмотреть, возможно, вот этот контейнер. Нам, конечно, некуда что-либо складывать, но вдруг там будет что-то ценное и мы ради этого немножко подвинемся. И как будто бы усиливается снегопад. Налево я не пойду, извините, я считаю, что мне там делать пока абсолютно нечего. Тут очень хрупкий лед, мы с вами уже на это попались, повторение этого я не хочу, а радиовышка по двум из трех выглядит абсолютно бесполезной точкой на карте. Абсолютно. Там нет ни лута, ни места, где можно было бы согреться и приготовить себе пищу, то есть, ну, абсолютный голяк. При этом, чтобы добраться, риски существуют. Менталлолом я собирать не буду, здесь кузня на этой локации есть, кузнечный горн. Поэтому тут много всякой вот такой мелочи валяется, чтобы вы потом могли это использовать. Я думаю, ящик находится где-то вот там, вот в тех валунах. Но мы постараемся максимальное количество дистанции проделать по снегу, не выходя на лед. Так, главное, и ноги еще себе не вывернуть. Мне кажется, нам куда-то в том направлении. Давайте попробуем пройтись. Классно идет такой пушистый снег, обожаю такую погоду, когда абсолютная тишина, нет ветра, не холодно, в принципе, как сейчас, хотя на улице 16. Да что тут у нас все появляется-то? А, это записка, да-да-да-да-да, стояником как раз, куда мы идем. И идет такой крупный снег, это здорово. Вообще не могу назвать себя в последнее время большим любителем зимы, как-то с возрастом более теплолюбивым становишься, что ли. ну, например, европейская зима какая-нибудь там на горнолыжном курорте меня бы устроило, это прикольно, покататься на сноуборде, вкусно покушать, посмотреть на красивые маленькие городишки. Это да. Это вот было бы прям по мне. Но ветер, морозяка, а еще хуже, когда слякать. Этот возраст уже как-то прошел. Так, надеюсь, мы проделаем путь вот по этому льду. Осторожно. И где-то вот тут зона поиска. А вот и ветер, кстати, поднялся. Упомянутый в суе. Он нас будет снова жестко замедлять. блин, это плохо. Это очень, блин, хреново. О, видите, я еще думал, наверное, спрятано где-нибудь в приметном месте. Итак, огниво. Инструмент для розжига огня. Ну, весит немного, давайте возьмем. Так, потрепанная балаклава. Интересно, кстати. Она, конечно, в плохом состоянии. Ёлы-палы. И мы что-то жестко начинаем замерзать. А до фермы мы тут нормальный путем не пройдем. Давайте пробовать возвращаться на насыпь. Только аккуратно. Обалдеть, как резко поменялась погода. И как назло, ветер прямо в лицо. нам будет дуть, потому что он как раз с нашей стороны дует. Если считать верх карты за север, то мы идем сейчас на восток и ветер как раз дует с северо-востока. Ага, я вообще нифига не в направлении насыпи идут. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А укрыться здесь совсем ведь негде. дрова есть возле вагонов. Это если говорить о возвращении обратно и чтобы согреться. Так, промежуток льда. Блин. Он меня куда-то уводит. С нужного направления. Надеюсь, эта непогода не продлится слишком долго. замерзаем. Что по ощущениям? Уууу, минус 22. Обалдеть, на улице 24. Нас просто пронизывает невероятный холод. заиграла печальная музыка. Все умрем. Все плохо. Нормально все будет. Не надо этого пессимизма. Игра пожалуйста. А мы можем эту балаклаву пустя рваную прямо сейчас напялить? У нас же вот такое вот есть место. Нет одежды такого типа. А вместо чего она носится? Вместо шапки? Потому что надо чинить. Надо чинить, смотреть. Самое хреновое, что у нас промерзает одежда. Обратите внимание, да? Вот. Заморожено. Намокло даже. Намокло. Странно. Температура вроде такая низкая. О каком намокании вообще может идти речь? В такой мороз снег, он не оседает на одежде. не выделяем столько тепла. Ветер кстати поменялся. Начал дуть откуда-то больше с юга уже. Ну идем пробиваемся. одеваться некуда. Так, волк, давай его не надо только. Почему здесь нет лисиц интересных в этой игре? Насколько я понял. Так, ладно, ладно, все, спрячь, спрячь. О, ничего себе, можем этим копьем даже сражаться прямо сейчас. тише, не шуми. Я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Слушайте, вокруг меня рыщет. надеюсь, он не будет нас выслеживать через эту снежную углу. А вы говорите вышка телефонная, радиовышка. Да ну ее. О, смотрите-ка. Может быть мы сможем зайти в какой-нибудь из этих вагонов. так, на всякий случай я возьму вот это, вот это вот. Странно, что от ветра не защищает. Ух ты, да тут прям ну прям что-то просыпалось. Не знаю, зачем я спички взял. Паники хватаю, металлолом. уголь. Газета. Возможно нам придется сейчас здесь где-то экстренно себе разжечь костер. Так, антисептик в каком состоянии? Офигово он не нужен. Блин, ты посмотри. нет никакого укрытия, а хотя есть. О, нормально, ребята. То, что нужно, разжечь огонь, конечно же, конечно. Фух, это спасение, ребят. Отлично. натопим себе тут сейчас как следует, по самое не балуйся, чтобы отогреться и просушить наши вещи. Бах-бабах, продвинутое руководство. Смотрите, набор советов и технических рекомендаций по стрельбе из огнестрельного оружия. Спальный мешок, 83. А, кстати, какой, что там пишут? Восстановите баланс экосистемы, сократив популяцию волков. Ничего себе, так это оказывается еще и целое задание. Я хотел посмотреть, что у меня по спальному мешку. В каком он у меня состоянии? 77. Так, тогда бросить. А вот этот возьми. Томатный суп, кстати, в хорошем состоянии. Ткань, возможно, нам сейчас пригодится, потому что будем чинить балаклаву, которую подняли. Стенной свитер, идеальные патроны для ружья. Перегруженный в усмерть, но сейчас не переживайте, мы попробуем со всем этим добром разобраться. Все, присаживаемся вот так вот здесь. Как мы себя? 58, по ощущению. Ветер на нас не дует. Попробуем починить. Заодно скоротаем время. Все, оно полностью отремонтировано и что дает? Греет на 2 градуса, теплее, лучше защищает в принципе, но весит потяжелее. Носить. Ха! вот это лицо. Ладно, тут такой, тут такое. Намокло. Так, 1, 2, 4, 20, 0, 7. Носить. Да, это выглядит, конечно, глупо, но что делать? А вот это тогда давайте, не знаю, соберем ткань. Давайте мы что-нибудь с вами приготовим, раз уж сюда нелегкая нас занесла. Банка кофе это ладно, мы подбирали вроде бы томатный суп опять. Сейчас разогреем себе чай. выпей это. Разогретая чашка чая, прелесть. Банка персиков, томатный суп, готовим. Опять томатного супчика бахнем. Томатами, конечно, лучше не злоупотреблять, не совсем полезно для желудка, но если вдруг с ним еще есть какие-то проблемы. бонус, более эффективный отдых. Все равно мы не наелись. Съедим этот залежалый батончик, фиг с ним. Выпьем вот эту газировку и осмотримся. А, знаете что, я с собой молот вот этот вот таскаю. Зачем? Нафига я его ношу? Патронов, конечно, до задницы. Еды много. Из вещей ничего лишнего, из лекарств ничего лишнего. Так, ну, спичками мы пользуемся, когда костер обычно разводим. А, я не посмотрел, что у меня там по ткани. Пять штук ткани. Мне кажется, это многовато. Я могу бросить пару. Тройку, да, и оставить вот таким образом. От лишнего вроде бы избавились. Жаль, конечно, что тут еще будет так долго гореть очаг, а нам уже вроде бы пора выдвигаться. Мы можем тут еще немного, кстати, посидеть таким вот образом, чтобы может быть одежда у нас немного просохла. Это помогает? Ну, почти, почти у нас высохли штаны, почти высохли перчатки. Давайте еще часок скоротаем, вроде бы время пока нам позволяет. Все, в картишки перекинулись, сами с собой пассианс пораскладывали. И другое дело, все, мы готовы двигаться. У нас бонус, нам тепло. Можем, знаете, что сделать? Можем выпить кофейку. Подождем до готовности, выпьем это. И баночку тут оставляем, потому что у меня баночка... Нет, баночки нет. Я томатный суп-то не доел, что ли, разве? Выходит, что выходит, что не доел. все, пойдемте. Чуть-чуть буквально мы не дошли, но я на самом деле рад, что обнаружилось это место. Кое-что пособирали, рюкзак мы тот обыскали, там ничего нет нужного для нас. Ветер все равно поддувает, но у нас бонус тепла, поэтому все хорошо. Значит, игра нам предлагает повоевать с волками, сократить их численность. Ну, с другой стороны, это довольно благое дело, только вот где? Где нам предлагается это сделать? Убейте волка у загадочного озера в одинокой топе у разбитой железной дороги. Вот там ведь вроде бы волк ходит. Или мне показалось? Ходит, ходит. Завыл. Надеюсь, не по нашу душу. Подкрадемся поближе. Какие-то черные волки здесь прям забыли полинять. блин, стрелок из меня конечно тот еще. А, не, ну с такого расстояния конечно нереально. Далеко не убегает. Блин, зараза, опять спугнул. Да стой ты, подожди. Вот так сядем. Это конечно не шутер ни разу. Это игра. Я даже не знаю попал я в него первый раз или нет. Так, концентрация теряется. Мы не можем долго целиться. Да ну тебя. готов. Остов волка. Назовут тоже опять остов волка. Остов как будто это знаете остов автомобиля какого-то. Ладно, ну к сожалению придется вот так. Придется вот так. Нужно еще убить двоих. Одного в той стороне. Ну может быть мы себе устроим какую-то серию фриплея. Сходим убьем. Ну блин, ну не возвращаться же сейчас. Оно вообще как-то засчиталось это добро. Да, засчиталось. учитывая что сейчас все люди отсюда уехали контролировать их численность некому. Мы наверное можем немножко в этом поучаствовать. Матушка природы иногда не может сама разобраться. К сожалению. Человек уже вмешался поэтому без него иногда никак. поэтому безусловно вроде бы человечество сильно вредит природе но есть и полезные моменты от нас когда подкармливают диких животных зимой например так А на самом деле жалко его он и так он весь раненый со стрелами хотя на самом деле Учитывая, как они любят поваляться Он бы обломал эти стрелы давно Потереться спиной Ох, как резко освещение поменялось Меня-то он особо не трогает То есть он в основном меня пугает Хотя, опять же, до этого нас хоть что-то От него защищало, неизвестно, как было бы дальше Не будь между нами препятствий Так, ну и старая добрая локация Какое у нас время суток Время двигается уже к сумеркам Но я предлагаю, прежде чем идти к зверолову Осмотреться по квестам, которые остались у нас на этой карте Кстати, там вот Волк впереди ходит, нет? Нет, это камень лежит Да, все, Маккензи, убери Если что, заночуем в администрации В здании администрации турбазы А пока нам вот нужно вот сюда сходить Видите, выстрелы с озера И потом еще тайничок Заодно по пути встретить волчка И его тоже немножечко погладить Жалко, конечно, но В принципе Игра вроде бы не требует каких-то огромных жертв Зайчика мы одного убили Я не пошел уже проверять ловушку на предыдущей локации За то время, пока мы отсутствовали Понятное дело, что вся туша там давно промерзла И толку с этого мяса нам абсолютно никакого не будет Если не начнется пурга То мы абсолютно спокойно даже ночью найдем себе место Где заночевать на озере Никаких проблем Есть домики Есть здание администрации В общем, все будет хорошо Случайно на нас этот медведь не попадет Не нападет Встречи с ним заскриптованы И опять тишь да гладь Красивые виды Спокойная атмосфера Только снаряжение побрякивает в рюкзаке Сразу же вспоминаю свои студенческие годы И вылазки с палаткой Которую, в принципе, стараюсь сделать и сейчас Правда, рюкзак уже возишь в машине В багажнике, а не на спине Используешь его только как просто удобное вместилище для всякого барахла Для посуды Спальных мешков Палатки Каких-то вещей мелких Топора Карематов А раньше, да, таскали это все на своем горбу Огромные рюкзаки Большого объема По 65 литров У кого-то и побольше бывали Кружки снаружи Обычно цепляли на карабина И они так брякали Потому что, ну Дабы это было в максимальном доступе Близком на привале Потому что рюкзак такая штука Это его, если собрал, то Лучше не разбирать его вне лагеря Так, ну вроде идем куда надо У нас по-прежнему не найден ключ от одного из коттеджей здесь Но Не знаю Пока где искать Целенаправленно мы этим заниматься Конечно же не будем Если при каких-то обстоятельствах найдем Хорошо Набредем на чье-то тело Или Еще как-то А специально нет Какая-то интересная тропа Тут мы еще с вами не ходили Чтобы не переехать через озеро Есть вариант прохода тут Я получается где-то даже раньше мог что-ли сюда свернуть От насыпи Блин, это что прям вот Это вот это мы видим Действительно Хотя здесь какой-то уступ Может и непроходибельно Но скорее всего что можно было пройти Ну что ж Я пошел по очевидному маршруту Не знаю успеем ли мы закрыть Long Dark С вышедшим четвертым эпизодом До нового года Хотелось бы конечно Но не знаю Не знаю получится ли Так Ну тут олени у нас ходят Целых Четыре штуки Загадочное озеро Загадочное озеро Западная сторона То есть это даже некое новое место И вороны Мы же здесь были Какие выстрелы То есть нам нужно было обязательно На какой-то скрип наступить Кстати обратите внимание Есть какой-то трос наверх Да и вороны летают Над телом Которого не было Тела не было Вот этого на льду Странно да Здесь давно уже нет людей Вроде кроме нас Или сюда я не заходил Вот Да не был Был я тут конечно Конечно я тут был Ну скрипты Скрипты Они такие Не знаю зачем Нам нужна Вот эта детективная история А в смысле попал В эту В беду Он умер Не буду я ступо Вот это подбирать Но сгущенку Не я сгущенку Вот сгущенка Вкусная штука Самое главное Питательный Я возьму себе И Прямо вот Прямо вот Скушаю Именно в этот момент Так ну собачьим кормом Мы питаться не будем Я это брошу Идите по кровавому следу Ну давайте пойдем Только не говорите Что мы сейчас еще Встретим кого-нибудь здесь В домике Да И что Угу Угу Мы оставили Так ну зачем-то мы вот решили Что нам нужно Что нам нужно еще кому-то помочь Отправляться опять Так вот Здесь у них припасы И тут у них припасы И еще отправляйтесь на дамбу И сделайте то-то И все-то Господи И оно нам зачем Маккензи Куча проблем Мы вроде бы ищем Свою подругу Бывшую жену Кого-то Мастрит Да и Типа время поджимает С ней в любой момент Может произойти Что-то Вроде как Да Действительно Мы вроде бы как Спешим Давай-ка мы еще вот Чьи-нибудь задания Повыполняем Поразбираемся С чужими проблемами С какими-то лесными ораторами Чего мы вообще взяли Что Они хорошие Вообще На самом деле Не до выяснений Вот этих вопросов Оно нам в принципе На-фи-га Мне хочется сюда подняться Ради интереса Посмотреть Что там Потом пойдем Ночевать И заканчивать серию Но сначала Глянем Что у нас Тут Устанем Сейчас Конечно А портятся От этого Перчатки Или нет Надо будет Посмотреть Усталость Усталость Просто Конечно Моментально Вываливает Нас С колеи Хорошо Вот мы тут И чего Ага Ничего Да Это просто Какой-то Срез Типа От железнодорожного Туннеля До озера Ну давайте Глянем Для Кругозора В общем Не понимаю Зачем Маккензи Нужно Вот это Вот Копошиться В чужих Проблемах В ситуации Когда вообще Непонятно Что творится Так Это пещера Или мне Или мне Кажется Нет Это действительно Пещера Сильно Уже Темнеет Конечно Можно Хоть Здесь Заночевать Тут Дрова Есть На всю Ночь Их Не хватит Но Ну и на этом Все Я думал Вдруг здесь Лежит Какое-нибудь Опять тело С ключом От домика Я не буду Спускаться Сейчас обратно По тросу Я понимаю Что это Быстрее Но Мы очень сильно Устанем Тогда Мы всю усталость Сожжем На спуск вниз Поэтому вернемся С вами Обычной Дорогой Надеюсь У нас с вами Это получится Во Волки Воют Давайте Нам бы Кого-то Из вас Нужно Проредить Какие-то Появляются Сайдквесты И Судя по всему Это говорит Мне о том Что до нового года Мы с лонгдарком Не закончим Судя по всему Намекает На это Потому что Вот сюда Метнись Еще туда Ну это то О чем мы рассуждали Вот какая-то Еще побочная Линия Да Сюжетная С этими Лесными Ораторами Так Надо Осторожней А даже Кстати Вот если Ползешь На корточках Не помогает Это Избавиться От индикатора Ну и Прекрасно Сейчас Вернемся На нашу Администрацию И там Себе Прекрасно Устроимся На ночь Чтобы не идти К зверолову Ну опять же Судя по всему Что мы между локациями Тут перемещаемся Абсолютно Добровольно И самостоятельно Вряд ли Сюжет Ну и Эпизод Закончится Как-то Автоматически Мы наверняка Должны будем Куда-то Отправиться Опять через Какой-то Проход Через Какой-то Туннель Там как раз Вот такое Место Вроде бы Где-то Есть И у нас Будет Время Закончить Все дела Солнце Еще Немножко Нам Помогает Интересно Будет ли Сегодня Северное Сияние И какой-то Опять Ветерок Зашуршал Но мы Уже Добрались До Безопасного Места По крайней Мере Животные Сюда Не Войдут Вот Ну и Здорово Так Где мой Фонарь И В этом Приятном Свете Фонаря Мы будем С вами На сегодня Прощаться Надеюсь Вам интересно Как это Показать мне Я думаю Вы все знаете И в курсе Не первый день На ютюбе Ну и Конечно же Мне приятно Приятно Что вы Со мной Я вам по традиции Желаю успехов В повседневных делах Мы с вами Еще непременно Обязательно Услышимся С вами был Сергей Всем пока До новых встреч Берегите себя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому